Всех приветствую ядов. Сегодня мне принесли такой бэкю китайский акварис. Не работает громкоговоритель. Верхний динамик работает. Давайте разберем его. Посмотрим, что там за динамик стоит. Я так думаю старый Нокиевский. Старый добрый Нокиевский динамик. Возможно и нет. Давайте глянем. Выключаем смартфон. Скручиваем винты. Снимаем батарею. Раздолбанный телефон. Треснутое стекло. Треснутая рамка. Нокиевский динамик стоит. И защелка внизу. Аккуратно камера приклеена к белой рамке. Чтобы у вас камера не осталась в рамке, а разъем на системной плате. Итак, смотрим, что у нас контакты динамика в норме. Возможно, что просто отстегнулся вот этот вот шлейф, который вот здесь вот видите, да. Вот здесь разъем нижнего модуля, вот этого модуля антенны, нижнего динамика. Возможно, что менять ничего не надо. Очень часто бывает такое на китайских телефонах. Давайте аккуратно застегнем шлейф. Лучше снять системную плату. И чтобы шлейф снова не отстегнулся, положить под него дополнительную прокладку. Если, конечно, проблема в этом. Снимаем разъем точскрина аккуратно. Дисплей. Что здесь еще держит у нас? Защёлка вот здесь. Отстегиваем. Винтов не вижу. Ещё одна защёлка. Так, отклейте кнопки. Вот этот шлейф, который я вам говорил, про который говорил. Видите, да, здесь прокладка есть. Зачастую их не хватает. Поэтому давайте поставим ещё одну. Так, чтобы он больше у нас не отстегнулся. Давайте его застегнём. Никак не могу попасть. Застегнули. Укладываем систему выплату на место. Боковые пазы. Кмока. Кэксерный кабель. Тач. Дисплей. Давайте проверим ещё раз. Если проблема не в этом, то будем менять динамик. Если проблема даже не в динамике, будем смотреть дальше. Включаем. Включаем. Включаем смартфон. Думаю, что проблема в этом. Прижмите как следует. Нижний модуль, потому что мы его пока не прикрутили. Я имею ввиду рамку. Пока звуков я не слышу. Ну вот они звуки появились. Значит, видите, да, всё-таки проблема была в шлейфе. Думаю, видео будет полезным, хоть оно и очень простое. Потому что очень много, ещё раз повторюсь, на китайских телефонах. Да, появились звуки, видите. Очень много проблем. Вот таких вот простых проблем, казалось бы, именно на китайских телефонах. Постоянно отстёгивается шлейф нижнего модуля. Либо отстёгивается от системной платы, либо отстёгивается внизу. То есть, в зависимости от конструкции. Особенно если телефон падал, то 90% проблема в этом. Оставим обратно кнопку. Болтов никаких не было. Застёгиваем, собираем. Всем спасибо за внимание, друзья. Бывают и такие видео у нас на канале. Думаю, евро 10-15 за эту работу мы возьмём. За работу, в которой мы ничего не поменяли. подписывайтесь на наш канал. Всем удачи. До свидания. Открою. Открою. Открою, поехали. Открою. Открою.